В кулуарах после послания президента. Денилов, иди сюда. Вот представитель комитета по социальной политике, мы уже дали задание. Ограничить выплату высоких премий. Вот почта России 95 миллионов. Мы внесём поправку. Три зарастых отлада. Высокая самооценка топ-менеджеров – проблема не только российская. В благополучной Швейцарии три года назад даже провели референдум, чтобы ограничить выплаты начальникам. Дмитрий Страшнов, менеджер международного класса во Франции, он получил престижный диплом MBA – магистр бизнес-администрирования. Настоящий волшебник в сфере управления. Ну и в России есть места, где учат, как получать бонусы на законных основаниях. Например, здесь, в Сколково. На неделе тут обсуждали мотивацию топ-менеджеров. И пришли к выводу, что если разделить 95 миллионов рублей между работниками почты, а их 350 тысяч, толку не будет. 350 рублей можно было выплатить каждому сотруднику почты. Ну как бы, да и что. Оскар Хартман тоже обладатель диплома MBA. Он говорит, что система бонусов в крупных компаниях подталкивает руководителей к махинациям с отчетностью. Если ты создаешь ценность для рынка, даже если сейчас все опять размазать, оно опять к тебе притечет. Экономист Никита Исаев, будучи заместителем министра, получал 200 тысяч в месяц. В 8 раз больше подчиненных по закону о госслужбе. Но во всевозможных в ГУПах и госагентствах руководители могут выписывать себе практически любые премии. Поскольку до настоящего момента руководитель почты России находится на свободе, более того, ему не предъявили никаких обвинений, то это находится в рамках действительно закона. Он действительно может получить, он может вообще получить всю прибыль этой почты. Николай Паничев, бывший министр станкостроения СССР, рассказывает, что в советское время главной мотивацией руководителей была угроза потерять партбилет. Обычно мне объявляли благодарности, давали ордена, вот так вот. К премию я получил один раз. Она равнялась половине моей заработной платы. Сейчас судьба расследования в руках Следственного комитета. Уголовное дело могут открыть по двум статьям. Злоупотребление полномочиями и халатность. Я не думаю, что в данной ситуации можно говорить о наказании, связанном с лишением свободы, но это могут быть штрафы, то, конечно, и деньги должны быть возвращены тоже. 400 метров от почты до телецентра. Моё письмо так и не прошло. По почтовым правилам получатель сам должен явиться в отделение. По уведомлению. Чтобы доставить письмо из этого почтового отделения сюда же, у Почты России ушло три дня. Это, кстати, соответствует её нормативам по Москве. Александр Жестков. Правда Гурнова.